И в помощь таким обязательствам выращивала свою чудесницу-кукурузу украинская колхозница Степанида Виштак. Кто-кто, озвеневая, хорошо знала, что любят коровы и что любят куры. Людям колхозной земли посылала страна самую передовую технику. Но в чьих руках должны находиться эти машины? Вместе с партией этот вопрос решал весь народ. Машины должны быть в руках тех, кто пользуется землей. Хорошо посчитали новые покупки в Чеварском колхозе, которым много лет руководит Сергей Ксенофонтович Коротков. Советская семья. В день рождения Екатерины Ивановны Бардыбахиной ее пришли проведать дети. Старший сын Иван. Он работает мастером на автозаводе имени Лихачева. Сын Николай. Шофер-вспытатель на том же заводе. Сын Александр. Слесарь-сборщик этого завода. Сын Петр. Слесарь-кузовщик на этом заводе. Спокойные и счастливы в нашей стране старые люди. Именно в эти три года произошло одно из самых гуманных событий. Государство приняло закон о пенсиях. Нужно ли говорить, что это значит для жизни народа? Тракофий Николаевич Раков. Один из тех, кто ушел на заслуженный отдых. Тридцать лет я работал на заводе Серб-Пумол, сварщиком. За мою работу партией правительства наградило меня орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. Сейчас я ушел на отдых. Не только я, а тысячи рабочих и служащих, получая хорошую пенсию, всем обеспечены. Стоит добавить, совсем недавно Прокофий Николаевич получил новую квартиру. Тот, кто не думает о войне, строит себе жилье. Сколько новых городов, поселков, жилых домов, клубов, больниц и школ поднялось на нашей земле за это время? Только за один прошлый год 68 миллионов квадратных метров жилой площади. А за семь ближайших лет около 15 миллионов квартир. Каждый день из своей новой квартиры выходит на работу семья мастера Халила-Оршанского металлургического комбината Толкачева. И счастливы те, кто связывал свою жизнь с высоким званием члена Коммунистической партии. В эти дни большая группа московских рабочих получала партийные билеты. Выступает старый большевик Вадим Александрович Смоленинов. Дорогие товарищи, быть членом Коммунистической партии Советского Союза великая честь и в то же время великая обязанность. Высоко несите знамя. Славное Ленинское знамя. С этим знаменем вы построите коммунизм. Работница швейной фабрики Нина Затравкина. Сегодня для меня необычайный день. Мы вступаем в Коммунистическую партию. И мне хочется от имени всех присутствующих горячо поблагодарить родную Коммунистическую партию, ее Центральный комитет и заверить, что воспитанники Ленинского комсомола, а теперь члены партии отдадут все свои силы на благо Родины. Дети продолжают революционные традиции своих отцов. Депо Москва-Сортировочная. Здесь в майские дни 1919 года состоялся первый коммунистический субботник. И здесь в наши дни родилась одна из первых бригад коммунистического труда. Дочин московских железнодорожников нашел широкий отклик. Об этом на московском заводе Станкалит собрались поговорить члены бригады Мушникова. Товарищи, вы все, наверное, читали в газетах, слышали по радио о том, что сейчас по всей стране проходит широкая волна такого почина по организации бригад коммунистического труда. И как вы посмотрите, если мы заявим себя в цехе именно вот такой бригады коммунистического труда? У нас для этого данные все есть. Как правильно вот вот примерно такой пункт. Сменные задания выполнять на 110%. Я предлагаю, думаю, что можно выполнять 8-часовую программу за 7 часов. За 7 часов? Да. Я об этом и хотел сказать, что если мы 8-часовое задание будем выполнять за 7 часов, то в год мы получим 308 сэкономленных часов, а за 7 лет 369 рабочих дней. А это значит, что 7-летние задания мы сможем выполнить за 6 лет. Вот это здорово. Ребята, каждый член бригады должен стать образцом сознательной дисциплины как на производстве, так и в быту. Здесь и в семье человек должен быть именно образцом являться для всех других товарищей. И у нас на производстве. Как в дисциплине, так и в своих производственных показателях. Конечно, раз у нас такая бригада организовывается, тогда и тут очень подходит. Значит, о моральном облике тоже принимаем, да? Морально. Добрый, согласен. Только это, ребята, очень большую ответственность. Ведь вот мы, принимая на себя почетные звания бригады коммунистического труда, мы обязуемся выполнять все эти требования, потому что с нас товарищи в цехе спросят, как мы относимся к своим обязательствам. На Купавинской фабрике знамя нового движения подняла ткачиха делегат 20-го съезда партии Мария Рожнева. Сегодня я выступаю особенно с большим волнением. Я бригадир бригады, которая соревнуется за это высокое звание, звание бригады коммунистического труда. Самое отрадно сегодня то, что бригада единодушно обязуется соревноваться за это право называться бригадой коммунистического труда. Мы решили выполнить семилетнее задание за 6 лет и 4 месяца. Правила этой новой жизни появились и в цехах Уралмаша. Так утверждал наш народ одну из самых гуманных заповедей человеческого общества. Один за всех, все за одного. Страна растет и строится все солнце мире. Ух не беспокоится хозяева молит. А мы с тобой надежны хозяева земли. Бригады молодежны и даром их решить нам город тут. Тупа греха и сердце вещь обрадов. Мы счастье строим на веках. Домой нести честных бригадов. Мы счастье строим на веках. Домой нести честных бригадов. Пути, дороги длинные зовут во всех концы. Ростов и бац завитые в Тайге встают концы. В боем турбе повышнее как длительные сестри. Мы строим счастье личное за счастье всей страны. А в городу труба греха и сердце песня рада. И счастье строим на веках. Домой нести честных бригадов. Мы счастье строим на веках. Домой нести честных бригадов. Страна растет и строится все слои честных святей. лукав небес поколится хозяев обмани. Все что на ветер спутится дорога так пряма. Ведь я на с вами трудится история сама. Так прожили мы три года своей истории три этапа большого пути. Так подошли к новому рубежу 21 съезду коммунистической партии. и все наши дела, все победы и свершения овеяны знаменем великого Ленина. Солнце дружбы на верно назовем нас. Селу Ленина и партии верна. Родной наш Ильич, мы донесем твое победное знамя до самых вершин коммунизма.